На дворье приспешивая. Зараз усе ресурсы аграры у Витебской области мобилизованы на уборку лену. С 13 тысяч гектаров уже убраны амаль 7,5 тысяч, 56% площу. Нарыхтованы каля 21 тысяч тонн льнотрасты агульным номером 0,85. Лидируют по вытворчасти волокналь наводы Дубровинского района. Подняли каля 80% льняных палетков и нарыхтовали больше за 8 тысяч тонн льнотрасты. Да и урожайность тут отримливают высшейшую за средний областный показчик 4 тонны з гектара. Что стоит за этими лечбами, поцекавилася Инна Кирьенкова. Горыча зараз на льняных палетках. Дубровинские льноводы стараются скрыстать гэтые солнечные сухие дяньки, каб як магахучы сабрать льнотрасту и звести ее на заховыванне. Прысывать у рулоны ее пачалешче у концы жнивня. Сам же процесс уборки гэтой культуры, як и опрацовки, потребует шмат сил и терпения, которого, до речи, тутейшим аграриям не занимать. Надо сначала вытерепить, очисать, обернуть, а потом только спрессовать и свести в рулоны. И столько много процедур для этой культуры, но она того стоит. Вот это довольно трудно у нас вышло. Ну, мы, в принципе, справляемся совсем вовремя. День эта машина порядка 8 гектар убирает, скажем так. Тон 20 закатавливаем день каждый. При таких темпах работы бровинские льноводы различивают за 5 дзен завершить уборку. Тягнуть не маяк. И так, говори, с крыху спознилися. Траста пераляжала, что может отбиться на якость льного волокна. На угол заважают, все летний год выдався вельминя простым для гэтой культуры. Свои коррективы внесла на дворье, что отбилось и на терминах ей терабления и уборки. С весны было очень сухо, потом стало холодно, потом уже пошли вроде бы дожди, все нормально. Но вот по осени не погода, а именно уруганы. Ветры положило 80 с лишним процентов льна. Это уже отразилось на качестве. Качество волокна хуже, качество хуже. Вот это проблема для нас такая. Хотя по объему мы как раз выходим на уровень прошлого года. Тем не менее, дубровинцы вытримали усевые пробования и заховали ведущие позиции по урожайности и перепроцовцу лену. На заховывание уже заклали больше за 8 тысяч тонн и льнот росты середним номером 0,93, что перевышает среднеобластный показчик. За свою самоданную працу лепши льноводы предприемства, отзначенные гоноровыми грамотами Галинового профсоюза. Прямо в поле им уручили подарунки и грошовые премии. Дубровинский льнозавод имеет высокие показатели не только сегодня в сделании, но и в переработке льна. Надо сказать, что 37% всего объема вырабатанного льнового окна за 8 месяцев – это Дубровинский льнозавод. В том числе по длинному 57% вырабатывал один льнозавод. В том числе по поставкам счет государственного заказа 60% льнового окна за его доля в общем объеме. Сучасные сховища дозволяются закласти до 10 тысяч тонн и льнот росты. Гэтый сыровинный хопець, каб загрузить могутности завода до наступного сезона. До речи, у цехах уже пошли перепрацовку льнот росты нового ураджаю. Большаясть вырабатанного льнового окна добровинцы реализуют на Аршанский льнокомбинат и таким чином задоволять потребы вытворцев у якосной сыровине. Только строгая выкананная технология працовки льону и выдатная организация працы на полях и на вытворчасте дозволяет утешим льноводам отримливать волокно высокой якости. И у гэтым великая заслуга неизменного керавника предприемства Анатолия Басянкова, який на працягу больше за четыре десяти годзі означалювая гэты славуты працавиты коллектыв. Инна Кириенкова, Яуген Цітоу, Новины, Добровинский район.